Когда Москва меня могла затянуть в те стороны, из которых не возвращаются, например, такие предпосылки были. А что это? Это где? У меня был период невероятной какой-то тусовки, когда вокруг крутилось очень много людей, которые мне дули в уши, говоря современным языком, предлагающие различные вещи, которые сбивают человека с пути. У нас был интересный такой разговор, что, пожалуйста, Дима, если ты понимаешь, что для тебя важно, это твоя профессия, сейчас, наверное, вариант сделать выбор. И я его сделал. Выбор для работы? Да. Вы скажете, что это? Да, какая тема, знаете, это было такое ощущение давно, в прошлой жизни, но это было, так скажем, началом, и поэтому мне достаточно трудно в этом говорить. Я даже в какой-то момент сказал, что я закрою, и моя история начинается со вчерашнего дня. Ну, забыть этого человека нельзя, это будет несправедливо его забыть. Конечно. А вы его чем поразили, что он сказал? Он же был суперпродюсер, суперзнаменитый, суперумелый и так далее. Если он вас сделал, значит, его чем-то потрясли? Мне вот всегда казалось, работая с ним, да, что он понимает, что это, наверное, последнее, так скажем, сотрудничество в его жизни. И мне кажется, что... Чувствовал? Я чувствовал. И иногда, прям, я это видел. И мне кажется, что вот он, да, Юрий Шмельевич, придя уже к этому так возрасту, после различных проектов в своей жизни, он, мне кажется, боялся повторять свои прежние ошибки, которые он совершал по отношению к артистам, с которыми он работал. Я уверен, что там было достаточно много спорных вещей, как и со стороны артиста, так и со стороны известнейшего и уважаемого мной продюсера. Все знают, как я к нему относился, в принципе, очень хорошо. И как к отцу. Мои родители его, в принципе, знали. Вот. И, наверное, я вспоминаю просто этот момент, когда это произошло. Мы познакомились на одной вечеринке, очень много в тот период было различных вечеринок, журналы, вот, концерт вечерний. И я был на концерте, где был за кулисами Юрий Шмельевич, и, в общем, он подошел, когда я там что-то исполнял, вот, и сказал, вот, телефон, давай созвонимся. Я позвонил, и на что услышал, давайте созвонимся через неделю. Я звоню через неделю. Давайте созвонимся через две недели. Я звоню опять. А у меня уже такой период был, я учился на третьем курсе высшего училища имени Гнесина, когда мне нужно было уже как-то реализовываться. Я понимал, что классический вокал, классическая школа, это хорошо, замечательно, но я все равно рвусь на вот эту сцену, понимаете, на эту эстрадную, так скажем, сцену. И на что я позвонил ему в последний раз, уже думал, что все, говорю, вы, пожалуйста, мне скажите сразу, потому что я не хочу теплить на какие-то надежды, да, вот. На что мне было сказано, ты таким способом ничего не добьешься, тебе нужно добивать людей. Ну, в общем, в какой-то момент мы встретились, я быстро записал где-то за час одну песенку, которая лежала на студии, получилось у меня очень хорошо. На что я услышал, давай работать. Так пусть тебе поможет небо, все еще возможно, там, куда приводит однажды мечта, ведь все в твоих руках. А это студенческий билет, это студенческий билет какого учебного заведения? Это высшее музыкальное училище Мигнесиных, которое находится на Поварской. Про которое вы сейчас и рассказывали? Да. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы завоевать музыкальный олимп, от каких-то человеческих качеств себе надо отказаться? Скажем, от доброты, от вежливости или нет? У меня периоды, когда я себе это говорил, что я больше не буду делать, так скажем, какие-то поступки, которые мне кажутся хорошими в отношении, потому что их не оценивают или ими начинают пользоваться. Например, у меня даже были какие-то записи, я писал о том, что почему, например, в шоу-бизнесе искреннего и, так скажем, желающего искренне поговорить, рассказать о себе, считают либо просточком, либо дураком, либо идиотом, либо еще как-то. Меня это жутко бесило и расстраивало. Я думал, ну как же так, если ты приходишь в компанию, да, например, артистов, начинаешь, ну это сначала, мне кажется, это период такой, да, когда ты вливаешься, так скажем, в коллектив нашего шоу-бизнеса, наверное, каждый задавался такие вопросы. Я давал себе, наверное, обещание, что я больше так не буду, я, наверное, не буду, скажем, делать добро, субъективно говоря. Вот. Очень много было каких-то там ситуаций. Вот. Очень долго ко мне относились предвзято. Примерно даже если мы возьмем Юрмалу, в которой мне пришлось тоже пройти некую школу жизни. Юрий Шмидж был независимым продюсером. Он, так скажем, не состоял ни в каких коалициях. Вот. Ни с кем не делился. Разговариваю уже таким языком. Ну, и на мне очень часто срывались, да, даже на всех, не знаю, репетициях. Я всегда видел вот это вот клеймо, да, то, что я работаю с Юрием Шмиджевым Азишписом. Меня это жутко убивало раньше. Я жутко расстраивался, мне опускались руки. Но я пережил этот период. И вот это вот желание доказать, что я не такой, как все, наверное, что я буду лучше, что вот это вот смятение внутри Анатолида дало мне какой-то толчок. И я благодарен этому. Я благодарен Юрию Шмиджеву Азишпису в том числе. Вот это все, говорю о нашем... Но это не все. Вот это все было вынимаемо из сумки, и казалось, что оно будет так все время. Потому что... Это что такое вообще что это? Это такая хорошая традиция. Первая вообще такая зарисовка появилась, когда я первый раз поехал в Москву, и мне нужно было с кем-то делиться. Секундочку. Это все написано вами для начала? Это, да, мной написано. Вот вы написали столько всего? Написал столько всего. Там стихи, проза, эссе? Там стихи, там проза, там какие-то, не знаю, белые стихи, которые потом резко переходят в рассказы, а потом просто, не знаю, с какого-то простого предложения, эссе, не знаю. То есть вы пишете, вы серьезно занимаетесь писанием? Вы знаете, я писал больше и чаще тогда, когда мне было как-то вот морально трудно, наверное, когда мне нужно было с кем-то вообще делиться, да, в данный момент с книжкой. Писал, но сейчас меньше. А для вас вот это писание, это просто такая психотерапевтическая история? Ну, то есть когда наваливаются проблемы, надо выплеснуть уже? В какой-то момент, я помню, одолевал расспросами у каждого ребенка возникали вопросы, например, к своим родителям. А кем ты был? А как ты учился, пап? А расскажи мне, а покажи, а что там, и где? И, если честно, мы еще немного переезжали, и поэтому очень много терялось, да, каких-то там фактов, факты какие-то из жизни, так скажем, людей, которым хочется подражать. И у меня тоже сложилось такое ощущение, что я вот исправлю эту ошибку на себе. Я обязательно буду собирать. Если у меня будут дети, я им буду показывать, рассказывать, говорю, вот смотрите, вот здесь я то испытывал, вот здесь я это. То есть вы вот это делали для детей? А что-нибудь не тебе прочесть из того, что ты умеешь? Я могу зачитать так, без этого, без этого всего. Просто наизусть? Да. Любовь стучит по клавишам рояля, нас как будто заставляет отдуматься, простить, вернуться с того света и снова полюбить. Любить, любить, безбожно быть, может, даже без ответа, насколько сил хватает, насколько все это возможно. И вновь аккорды бьют по лицу, мурашками по коже. От безысходности. И сил хватает всего. Один лишь раз сказать, ты меня прости, я буду прошлым. Но солнце так же светит, оказалось, все это заметит, и на секунду пропадет, уйдет, чтобы больше не смотреть на этот срам, позор, одной, другой, судьбы простого человеческого счастья. И тень останется со мной последним проявлением твоих скупых эмоций. Смятая салфетка. Из жизни выбрана непередсказуемая крутящая судьба рулетка. Уходишь. Пусть будет так. Я тоже сыграю боль свою в пустяк. Это стихи человека, страдающего. Вы часто страдаете? Ну да. Да, бывает. Потому что вы производите впечатление абсолютно успешного, удачливого парня. У которого, в общем, не страдает, и имеет 158 564. Продолжение следует.